Всем привет! Меня зовут Нина, мне 12 лет. Я учусь в Лилл-Скул. Скоро Пасха! Как же я люблю этот праздник! На Пасху мы всегда украшаем дом, красим яйца и печем куличики. Давайте готовиться к Пасхе вместе! Сегодня мы нарисуем вот такую пасхальную открытку. Я беру листочек белой акварельной бумаги формата А5. Для этого нужно просто разрезать напополам А4 формат. Я рисую с гладкой стороны бумаги, так гораздо лучше ложится фломастер. Намечаем корзинку. Рисуем колеса. Стараемся сделать колеса одинаковыми. Теперь мы стираем верхнюю часть корзинки и рисуем травку, которую наш зайчик подложил под яйца, чтобы они случайно не разбились. Рисуем яйца. Нарисую горку яиц симметрично. Вот так. Теперь мы рисуем зайчика. Намечаем голову. И мордочку. Рисуем. Рисуем ему передние лапки, которые держат оглобли. штанишки. и задние лапки. И задние лапки. Вот так. Теперь мы откладываем карандаш со стиражкой. Они нам больше не понадобятся. Мы берем фломастеры ярких красочных цветов. Сначала мы берем желтый и раскрашиваем нашу тележку. Используем нагло. Используем. Продолжение следует... Продолжение следует... Добавлю еще на колесах вот такие кружочки. Это ось. Теперь мы берем красный цвет. И раскрашиваем еще два яйца. Стараемся, чтобы яйца одинакового цвета не соприкасались друг с другом. Раскрашиваю колеса. Вот так. Теперь я возьму темно-зеленый цвет. Он должен быть одновременно и темным, чтобы не сливаться с желтым, и достаточно ярким и красивым. Раскрашиваю травку. Продолжение следует... Вот так. И рисую травку внизу, чтобы не казалось, что зайчик с тележкой парят в воздухе. Вот так. Теперь я беру бирюзовый цвет и раскрашиваю оставшиеся 3 яйца. Рисую тени на травке. Теперь вам нужно определиться, с какой стороны на вашего зайчика с тележкой падает свет. У меня он будет падать из левого верхнего угла. Раскрашиваю ось. Теперь я беру светло-коричневый цвет. Поскольку свет у меня падает слева, тень я делаю справа. Рисую вот такие тени на желтых яйцах. Теперь я нарисую прутики на нашей плетеной корзинке. Рисую тени на желтых яйцах. Вот так. Теперь я начинаю раскрашивать зайчика. Этим же светло-коричневым цветом я раскрашиваю голову. Глазки, носик и зубы я пока не закрашиваю. Теперь я раскрашу лапки. И тоненько сделаю шерстку на ушах и грудке. Вот такую. Вот такую. Субтитры сделал DimaTorzok. Вот так. Теперь я раскрашу зайчику красные штанишки. Теперь я возьму темно-коричневый цвет и сделаю оглобли. Раскрашу носик и аккуратненько обведу зайке мордочку. Теперь я сделаю тени с помощью вот таких темных штришков. Сделаю у зайца внутреннюю сторону ушей. И тени на задних лапках. Тем же цветом проведу тень на штанишках. Вот так. Теперь я сделаю тени на колесах и яйцах красного цвета. Хотя, пожалуй, и бирюзового тоже. Вот так. Теперь я возьму бирюзовый цвет. И напишу с пасхой. Вот так. Теперь, чтобы немножко оживить мою работу, я добавлю пару ярких и красивых бабочек. И так. Теперь я возьму бирюзовый цвет. И так. 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 Вот такая теплая весенняя работа у нас получилась. Рисуйте с нами в Лилл Скул. Ждем вас!